Наталья Николаевна, что случилось, Лерочка? Как, что? Накрывай на стол, дочь сессию сдала. Прямо все экзамены. Один остался, его на месяц перенесли. Препод заболел или что-то там. Но я точно сдам, потому что целый месяц на подготовку. А сдала как? Без строечек. Кто ты и что ты сделала с моей дочерью? Ой, ну можешь порадовать маму, когда хочешь. Так, давай, мои руки и иди кушать. Бегу. Хотя Кристиночка все на отлично сдала. Что ты сказала? Ничего-ничего, то я так, о своем. Что ты сегодня потерянная какая-то? Сама не знаю. Вот, у тебя бывают ощущения, как будто ты забыла что-то? Было пару раз. Когда Ксюшу из сада забывала забрать? Не, не то. Может, день рождения чей-то сегодня? А какое число вообще? Так. Хм, 18 января. Вроде нет. Ну, вспомнишь. Ой, кстати, тетя Лиза вчера такую историю ржачную рассказывала. Что? Какую историю? Мировую историю. Ты куда? Она есть. Ой. В общем, пока моя дочь в очередной раз чудит, хочу вам кое-что сказать. Вы часто пишите под Леркиными видео и просите продолжение сюжетов про Леру из 90-х и Леру из будущего. Отвечу вам сразу по двум видео. Для того, чтобы вышли продолжение, вы должны выполнить условия, которые Лера озвучила в тех видосах. Вот, иначе никак. Найти видео очень легко. Пока я это говорила, вот тут всплывали подсказки. Здрасте, тетя Наташ. А Лера дома? А то я ей звоню, пишу, она не отвечает. Да. Заходи, Миланка. Закрылась у себя в комнате. Рычит на всех. Поняла. Сейчас разберемся. Лер, привет. Собирайся. Едем с тобой. Я уже приехала. Куда? Ты о чем? Залетела? Да что сразу залетела? Не залетела я. У меня даже мужика нет. Фух. Ну а что тогда? Я про экзамен по мировой истории забыла. Он завтра. Все, что я знаю, это что, Наполеон не только торт. Ну ты даешь, Лер. Ну конечно не только торт. Еще ресторан такой есть. Да. Короче, я сегодня никуда не еду. Буду учить. Подруга, ты что гонишь? А кто мне истории снимать поможет? Если меня отчислят, то как раз из-за истории. Ну давай денег дадим твоему преподу и все. Я так всегда. Что ты так всегда? Что я так всегда? Ты о чем? Не берет он денег принципиальный. Ему лет сто на вид. Он, наверное, еще динозавров видел. Давай я батю попрошу. Он ректору позвонит и решит вопросик. Можем тебе сразу диплом оформить. Тебе там какой надо? Так, не вздумай, Милана. Пусть учить сидит. Знания и так в башке ноль. Умеешь ты поддержать, мама. Сиди и учи, я сказала. А с Миланой я поеду в ресторан сторисы снимать. А вы умеете? У меня двое детей. Я умею в этой жизни все. Отлично. Жду вас внизу в лимузине. Лер, а за ресторан на нас же заплатит. Что? Что? Ничего. Ухожу, ухожу. Быстро вы сторисы поснимали. Привет, Лерочка. А мамы нет? А я знаю. Я к тебе. Она попросила меня помочь тебе готовиться к экзамену. Хм. Ну ладно. Тогда проходи. Как мне объяснила твоя мама, ситуация критическая. Да. Экзамен завтра, я ничего не знаю. Полный. Не продолжай. Я поняла суть проблемы. Будем готовиться по моей методике. Благодаря ней я все сдаю на отлично. Я готова. Вот так все просто. Ну что, теперь проверим твои знания. Вот, держи тест. У тебя есть 40 минут. Приступаю. Это невозможно. Что? Все правильно? Все абсолютно неправильно. Лера, ни одного правильного ответа. Что? Прям вообще ни одного? Моя методика всегда работала. Всегда. Невозможно. Что ты такое? Ну все. Теперь мне точно хана. Я, пожалуй, пойду. Иди. Удачи на экзамене. Да-да, я ухожу. Все еще хуже, чем я думала. А ты откуда знаешь? Так ты ж сторисы постишь грустные. Уже второй час. А, точно. Лерыч. Не переживай. Я уже все придумала. Например? Я узнала адрес препода. У него двое детей и жена. Кстати, красивая баба еще и молодая, прикинь. Ты что, ездила домой к нему и следила? Сейчас не об этом. Завтра я похищаю одного ребенка. И пока он не поставит тебе экзамен, держу его в заложниках. Ты совсем ку-ку, Оксана. Я была готова к этому вопросу. Так что согласна. Дети перебор. Сойдет и жена. Оксана, мы не будем никого похищать. Ну, нет так нет. Есть и другие способы. Что скажешь насчет головы коня ему в постель? Ужас какой! Хорошо, тогда последний вариант. СМСки с угрозами. Так все, иди. Куда? В баню. Зачем? Я ж только оттуда. Всего хорошего! Привет, Лерчик. Че как? Жопа полная. Да, вроде нормальная. Че ты загоняешься? Я в переносном смысле. Ты что хотела? Когда? Сейчас. В туалет вообще. А что? Пришла ты чего? А, ты не знаешь, где можно сиреневый майонез купить? Хочу селедку под шубой сделать. Не знаю. Па, он с сиреневым от буряка станет. Капец, ты умный, Лерчик. Если бы. Завтра экзамен, а я один билет выучила, и то не факт. Че? А зачем вообще учить? А как? По методу Викуськи. Идем, я тебе все покажу. Тебе сразу пистолет поставят. Может, автомат? Да, хоть пулемет. Вика, ты уверена? Ну вот, другое дело. Значит, смотри. Садишься перед преподом. Кладешь грудь на стол. Наклоняешься к нему. И вот таким вот голосом говоришь. Вы хотите принять у меня экзамен? Я очень волнуюсь. Да ну нафиг. Ну что, Лер, как успехи? Все выучила? Ага, все. Ну вот, а ты переживала. Так, давай уже спать ложись поскорее. Выспись как следует. Угу. Привет, давай в другой раз поговорим. Сори. Алло, Сём, ты уже едешь? Куда я ехать? А, ну как куда? У нас же экзамен сегодня, а? Мать, что? Валери, какой экзамен? Нам же всем еще есть, где и поставили хороший язык с автоматом. Алло, Валери. Я же звонил вчера, чтобы сказать это. Но ты была занята. А почему всем автоматом поставили? Я точно не знаю, но там странная история. Что-то связанное с хорс, с конь. Все, я спать буду. Дальше было... Дальше было... Дальше они все... В 1966 году все происходило очень интересно. Понимаешь? Нужно понимать, что этот процесс, он взаимосвязан. Поэтому это все происходило, вот можно сказать, плавно, постепенно. Продолжение следует...